В лагере «Белочка» пока немноголюдно. Администрация и обслуживающий персонал еще только готовятся к приему детей. Довольно мирная атмосфера озадачивает лишь немалым количеством людей в форме и наличием дыма в одной из спален. Вводная такая, что пожар на первом этаже спального корпуса в одной из спален. Учение начинается с того, что дается вводная и администрация объекта начинает действовать. То есть они должны позвонить в пожарную охрану по телефону 01 и приступить к самостоятельной ликвидации условного пожара. У них есть первичные средства пожаротушения, это огнетушители, внутренние пожарные краны и также есть мотопомпа. У нас пожар. Лагерь «Белочка». Первый этаж, первый спальный корпус со стороны аллеи вниз. Ильинское, Слободской район. 360 человек «Белочка» готовы принять в каждую смену, плюс порядка 20 человек – персонал лагеря. 6 июня сюда заедут первые отдыхающие. Безопасность всех этих людей зависит и от слаженности действий во время чрезвычайной ситуации, и от технической оснащенности. У нас мотопомпа одна, но в прошлом году купили, сейчас мы еще на днях получим новую японскую, еще вторую мотопомпу. Пожарной безопасности в лагере уделяется должное внимание? Вы считаете, это нужное дело? Обязательно, нужно все. Самое главное, чтобы дети должны знать и в несколько секунд после объявления о тревоге пожарные покинуть помещение. Без паники. И первая обязанность воспитателя и вожата – это вывезти детей, безопасное место увезти. А дальше персонал должен принять меры тушения. Бороться с огнем должны начинать своими силами. Для этого и отрабатываются навыки использования огнетушителей. Давно правила вспоминали, как пользоваться огнетушителем? Да постоянно нас учат. Выдернул чеку и направил, нажал, направил на огонь. В это время уже разматывает рукава пожарная дружина, созданная при лагере. Новая мотопомпа сработала без сбоев. Как часто вы отрабатываете навыки тушения пожара? Раз-два в лето, наверное. Далеко, да, как бы находится водоем, но ничего, не страшно. В принципе, пожарные гидранты есть в каждом корпусе, по две штуки, так что потушить сможем. В силу удаленности от райцентра, сложной дорожной ситуации, большая ответственность в деле тушения пожара на персонале лагеря. Из профессионалов первой на тушение прибыла Ильинская муниципальная пожарная охрана. Следом к месту тушения пожара спешит тяжелая артиллерия. Из города Слободского прибыло два автомобиля пожарной части номер 48, а чуть позже еще два из 47-й. В ходе пожарно-тактических тренировочных учений отрабатываются навыки действий в случае возникновения пожара как администрации лагеря, так и сотрудников противопожарной службы. Мы выступаем в качестве посредников, следим за выполнением поставленных функций и задач участников тушения пожара, после чего проводится разбор учений и выявляются слабые стороны, какие-то ошибки отмечаются, в том числе и положительные стороны. Предварительные итоги подводятся на месте в присутствии всего задействованного личного состава противопожарной службы. В целом оценка на хорошо, то есть был ряд недочетов, эти недочеты ни в коем случае не спазались бы на действие. То есть есть небольшая сумятица, но она всегда бывает. Все подразделения прибыли вовремя, в срок, ну муниципалы, соответственно, первая на них самая большая ответственность. Данное учение сначала целенаправленно проводится до заезда детей. Также тренировки пройдут и после того, как отдыхающие разместятся в лагере. В Белочке за более чем 20 лет тревоги звучали только учебные, что не может не радовать. Продолжение следует...